Хей! Всем привет, меня зовут Неркин, и добро пожаловать на обзор нового снэпшота 20W48A, который относит нас к версии Майнкрафта 1.17 под названием «Пещеры и скалы». К сожалению, на прошлой неделе разработчики ничего нам не выпустили, сказали, чтобы мы подождали до этой среды. И вот среда, новый снэпшот, он не шибко большой, но как Вы знаете, разработчики всегда дают нам все порционно, постепенно, чтобы было все интересно исследовать. Так что не будем терять много времени, и давайте начнем смотреть, что же там добавили разработчики. Вперед, за истиной! Ну и уже по традиции, как всегда стартуем с той самой важной информации. Обновили ли нам генерацию пещер, или же нет в этом снэпшоте? Как видите, ее не обновили. Честное слово, я почему-то думал себе, что они взяли перерыв в одну неделю для того, чтобы нам сделать новую генерацию. Я выдвинул гипотезы по этому поводу, но оказалось, что нет. Оказалось, что ничего не добавили. Возможно, им нужно было еще чуть-чуть времени, чтобы добавить новую генерацию, и уже в следующий снэпшот они добавят именно новую генерацию. Но пока что пещеры старые, жоды есть, ничего нового больше в пещерах нету. Первым делом я расскажу про мешочки, потому что они получили очередной апгрейд, который мне нравится на все 100%. Разработчики молодцы, что не останавливается его улучшать, как-то изменять, чтобы самим игрокам было удобнее. Потому что, то каким он был на анонсе, и то какой он сейчас, это два разных мешка. Думаю, все вы прекрасно помните, что раньше, когда мы нажимали на мешочек, то из него высыпались все предметы сразу тебе в инвентарь. Теперь, если мы его открываем, используем, если быть точнее, нажимаем правой кнопкой мыши, то все блоки из этого мешочка вылетают прямо-таки наружу. Это круто, это интересно, это удобно, но это еще не самое главное. Забрасываем все обратно, и вот если теперь в инвентаре, я нажму правой кнопкой мыши по мешочку, то первый блок из списка будет доставаться. Видите, я достал полированный гранит, дальше идет у нас искаженная древесина, есть, диорит, и таким образом мы достаем все, и это очень удобно. Если честно, это мне нравится больше. Понятное дело, что мешки не должны быть шалкерами, но функционал у них должен быть крутой, и сейчас мне мешочки нравятся намного больше, чем в самом начале нашего с вами пути. Как я вам раньше говорил, не стоит привязываться ко всем вещам, которые нам показывают в предыдущих снапшотах, то есть будьте готовы, что их изменят. На то в принципе это и снапшоты, потому что разработчики имеют карт-бланш на все что угодно. В этом снапшоте они опять изменили механику свечей, и не переживайте, насчет текстуры мы поговорим чуть позже. Теперь их нельзя устанавливать на нетвердые блоки, то есть не полноценные. Например, вот смотрите, чародейский стол, я не могу закинуть сюда свечу. То же самое будет работать и с сундуком, пытаясь поставить, ничего не работает. В рамках портала Вен тоже ничего, потому что у них чуть ниже хитбокс, чем у нормального блока, камни рез точно так же, но вот например на стекло мы все же можем поставить, так что не переживайте. Забор, например чёрная ограда, на эти блоки мы тоже мять-таки можем поставить, всё ух ты ёж моё начался пожар. И если я например захочу сломать забор и ограду, то не переживайте, они дальше будут себе стоять и мы можем сделать сцену будто мы с Вами в Хогварте, в главном зале. Небольшие изменения, но опять же таки всё может поменяться ещё сто тысяч раз. Как Вы помните в прошлом снапшоте нам добавили рыхлый снег, или как его любят называть джеб, снежный снег. И помнится я Вам говорил то, что кожаные вещи предотвращают наше замерзание, потому что так написали разработчики в челлендж-логе, и это как всегда не работало. Всё это оказалось багом, так что разработчики всё-то теперь исправили в этом снэпшоте, и как видите, я начинаю замерзать, у меня появляется вот такой красивейший эффект, и как видите я начал получать урон. Но если же я закину на себя кожаную курточку, то смотрите эффект опять, отдаление, снежинки пропадают, и я чувствую себя хорошо, то есть разработчики пофиксили этот эффект. И теперь мы не будем получать урон, если хотя бы один предмет кожаных доспехов будет надет на нас. Кстати, в ходе небольших экспериментов, появилась ещё одна интересная вещь, если мы наденем кожаные ботиночки, то смотрите что мы сможем, мы сможем подниматься, как будто бы снег это какая-то лестница. Я конечно этого не ожидал, но это прикольно, и даже спускаться мы можем, будто бы по лестнице, это круто. Это даже работает, если мы с вами зайдём внутрь этого блока, они очень похожи на пресловутые подмостки. Если честно, я не помню, было ли это добавлено в прошлом снэпшоте, или только в этом, но если что, знайте, можно по ним подниматься, будто бы по лестнице. Немножко затронем техническую часть, которая касается замерзания. Нам добавили специальную команду, точнее игровое правило, геймрул, фриз дэмэдж. Урон от замерзания, если мы его выключим, при помощи команды фолз, и если мы с вами зайдём в этот снег, то как видите эффект будет появляться, будет замерзание, и даже появятся специфические сердечко, но урон мы получать не будем. Что очень даже классно, то есть мне такое нравится. Эффект остаётся, но урон мы не получаем. Опять же таки прописываем true, и урон будет получаться. Что в прошлом снэпшоте, что в этом у нас есть, как видите, сравнение опять же таки новых текстур, потому что часы, компас, подзорная труба, и свечи получили небольшой апгрейд. Например, свечи не шибко потеряли в текстурах, потому что у них убрали только одну заднюю, и если честно мне нравится новая текстура, потому что как бы на текстуре изображены сразу две свечи, но в реальности у тебя только одна свеча, это немножко вводит в заблуждение, и выглядит так себе. Но если посмотреть, то одиночные выглядят как будто бы маленькие динамитики. Особенно красный. Так что я думаю, что ещё текстура поменяется. Часы мне очень нравятся, компас тоже приколдесный, то есть часы теперь стали в цвет реально золота, которые есть у нас в Майнкрафте. Плюс ко всему, блоки эметиста тоже изменили свой цвет, они стали более насыщенней. Вот этот вот крест, который на втором блоке, он стал более ярко выраженным таким, и тоже мне всё нравится. В принципе, у меня есть только вопрос к телескопу. То есть вы только посмотрите, он очень сильно выделяется на фоне остальных блоков в Майнкрафте, то есть его текстура предмета, которая у нас в инвентаре, она какая-то ну прям мега странная. Мне нравится то, как она выглядит в руках, это круто, потому что это реально подзорная труба. Но как в инвентаре она выглядит, очень непонятно, нравится текстура, которая была в прошлый раз. И даже когда мы сейчас смотрим в подзорную трубу, выглядит очень круто с новой текстурой, потому что это реально подзорная труба, у неё 3Д текстура. Но хотелось бы, чтобы она в инвентаре оставалась более мейнкрафтовской, скажем так. Но она выглядит очень кринжово, честное слово, именно в инвентаре. Сама по себе очень крутая, мне нравится. За новую модель лайк, за текстуру дизлайк, честно, очень не нравится. Слишком она уж выделяет, эта подзорная труба. Ну а теперь настало время самого интересного и самого вкусненького. Это сталактиты и сталагмиты. Что из них что? Разбирайтесь сами. Я до сих пор не могу разобраться, что снизу растет, а что сверху. Сразу говорю, не стоит думать, пока что у них нет натуральной генерации. То есть мы их не можем найти в старых пещерах. Скорее всего, когда добавят новую генерацию, тогда мы их получим. Но экспериментировать с ними мы уже можем. Нам добавили вот такие две штуки. Блок натёка и натёчное формирование какое-то. Ну то есть я пока что толком не знаю, как это перевести на русский язык. Уже в следующей версии мы с вами узнаем, как он будет называться на русском языке. Я как-то пытался понять, каким образом мы можем получить сталактиты и сталагмиты. Думал, может из этого блока натёков он как-то будет расти или что-то делать. Может как грибы нужно очень тёмное место. Я пытался что-то сделать. Выставлял даже рандум тигспид 5000 и ничего. Ничего не растёт, ничего не формируется. Пока что очень странно. Но всё же я так думаю уже в следующих снэпшотах мы узнаем более подробно. Сможем ли мы крафтить эти блоки как-то из вот этих вот. Либо же их будем добывать просто в пещерах. Пока что толком не ясно. Но есть, скажем так, и хорошие новости, которые обрадуют. Этот блок мы можем ставить куда угодно. То есть не только на блок натёка, а куда угодно. И что самое главное, мы можем выстраивать их вот таким образом, прям до бесконечности. До 254 блока. То есть до лимита мира. И они будут строиться, 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 строиться. И не ломаться, они не будут падать. То же самое работает как снизу вверх, так и сверху вниз. Опять же таки, если мы подойдём и сломаем нижний блок, то подобно сахарному тростнику, он разломается. И выпадут вот такие блоки, которые мы сможем забрать себе. Что мне понравилось больше всего в этих блоках, это то, что они бесформенные. Они могут соединиться в любом месте, и это будет выглядеть нереально круто. Как вот например, смотрите. Они соединяются вот здесь, либо вот в этом месте. В разных, не важно сколько будет блоков, где они всё равно соединятся. И будут выглядеть мега круто. Поверьте, это много постройок. Пока что текстура немножко убогая. И какая-то ну как вот прям ну очень странная. Вот то же самое, что и с подзорной трубой. Она слишком как-то кринжово выглядит. Я бы поменял это всё. Но сама тема того, что у них есть вот такие возможности. Это прям мега круто. Мне очень сильно нравится. Вы думали, что на этом всё закончится? Нифига подобного. Мы только начинаем. Блоки натёков, это обтекаемый блок. Как бы странно, то не звучало. То есть мы можем спокойно поставить их под водой. И они не будут рушиться. И будут выглядеть, что под водой, что над водой. Одинаково. Можно будет сделать красивейшие постройки. То есть вот сталактит красивейшим образом соединяется со сталагмитом. Посмотрите, это ли не чудо? Это шикарно. Мне уже нравится этот блок. Вот честное слово, он реально необычный. Сколько различных построек можно сделать с этими штуками, поверьте. Самое интересное, что если мы с вами разместим его сверху, и мы получим с вами сталактит, и с него будет капать по одной маленькой капельке воды. И будет при этом воспроизводиться очень необычный звук. Если вы смотрели трансляцию Майнкона в этом году, то помните, что нам показывали вот такое сооружение. То есть с него падает капелька прямо в котёл, и котёл потихоньку наполняется водой. Увы, это не так всё работает, как нам показывали. Сейчас я вам всё покажу. Мы с вами должны поверх этого блока залить блок воды. И вот теперь вода будет капать, и мы с вами будем набирать, как видите, водичку себе в котёл. И это получается, что с одного источника воды, мы получаем ещё один бесконечный источник воды. То есть я могу взять обычное ведро, перейти в режим выживания, и забрать отсюда воду. У меня теперь два ведра, и при этом всём, вот здесь вода остаётся. Но вот если наш сталактит будет чуть больше, то есть в два блока, то это работать не будет. Если вы ещё живы, оставайтесь на местах, потому что это ещё не конец. А теперь я сделаю всё то же самое, только в этот раз я вылью ведро лавы. И смотрите, что теперь происходит. Точно таким же самым образом я смог добыть новое ведро лавы. Это, дамы и господа, бесконечный источник лавы. Посмотрите, это всё набирается, опять же таки, есть ещё второй. Это очень круто, но опять же таки скажу, что это всё рендом тик спид 5000. Если я поставлю опять-таки 3, это всё будет очень долго работать. Как вариант, получить себе бесконечный источник лавы в верхнем мире, это шикарно. Это прям топчик. Но всё же я считаю, что это дюб. Дюб лавы, отвечаю. Я думаю, что вы тоже должны были запомнить то, что эти блоки максимально острые, и поэтому, если мы на них упадём, то будем получать урон. И путём небольших экспериментов, я выяснил, что если мы упадём на этот остричок с 5 блоков, то мы ещё сможем выжить. Но вот если мы упадём с 6 блоков высотой, прям на этот блок, то тогда мы урон получим. То есть могу вам продемонстрировать. Падаю с 6 блоков, и сразу же разбился на смерть. Какой-то уникальной надписи о смерти у нас нет, но я так думаю, что это исправит как-то. Был посажен на кол до смерти, как-то так, что-то было бы смешно. Это работает как на игроках, так и на обычных мобах. Смотрите, я его спамню. Ой, это слишком высоко. Вот, и они умирают. Точно так же с 6 блоков они умирают на смерть, с 5 блоков они всё ещё могут жить. Кстати, та же самая ситуация и со сталагмитами. То есть, если они упадут на нас, но только уже с 14 блока, сейчас вам продемонстрирую. Падай на меня, и... Есть! Вы умерли. Неркин раздавлен упавшим блоком. То есть, если на нас сверху, с высоты 14 блока, но получается мы 2 блока высотой, то есть с 12 блока упадёт на нас сталагмит, то он полностью нас раздавит, и мы умрём. А что же насчёт мобов? Попытка теста, и... Да, то же самое. С 12 блоков умирает моб, если на него упадёт сталагмит. Небольшая проверочка при помощи деревянной кирки, и я могу добыть эти блоки. То есть, для них не нужно какого-то шёлкового касания, но опять же таки напоминаю, что это всё снэпшоты, поэтому разработчики могут всё изменить, и уже в следующем снэпшоте нам нужно будет как минимум на залитого кирка с шёлковым касанием. Уточню, это я пошутил, то есть, не стоит думать, что так будет в следующем снэпшоте. А то потом ещё надумайте себе. Я таким образом пытался привести самый обычный пример того, что может произойти, как, например, с тем же самым телескопом. Текстура меняется, всё меняется, и каждый раз что-то новое. Но, если честно, сталагмитый, сталганатитый, сталктонитый, колпатитый. Думаю, вы меня понимаете. Мне очень сильно понравилось. Я более чем уверен, что разработчики будут дальше улучшать, совершенствовать, как-то их делать крутыми. Текстура, я более чем уверен, поменяется, потому что она слишком примитивная, слишком убогая. Но сам функционал, то, что вообще они умеют, это прям пушка ракеты, и я очень сильно благодарен разработчикам, что они такое сделали. Это прям мега круто, мне они понравились. Старички это уже знают, а вот новичкам я расскажу. У нас есть небольшое правило, если вдруг я что-нибудь забыл рассказать, как-то пропустил, что-то не договорил вам, и вы увидели мою ошибку, то милости прошу, напишите про это в комментариях, и это видео станет ещё более информативным, потому что ваш комментарий я обязательно лайкну. Ну и вы, соответственно, не забудьте поставить лайкосик. Ну а с вами как всегда был я, Неркин, и помните, что мы открываем Майнкрафт по-новому, ещё услышимся!